Холодные серые стены, отсутствие водопровода и электричества в квартирах. Именно в таком состоянии, по словам людей, был сдан в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Подгорная, 19. Те омичи, что купили здесь квартиру, уверяют, начинать здесь жить и облагораживать квартиры попросту невозможно. Подробности в нашем материале. Долгострой на улице Подгорная уже стал притчей во языцах среди омичей. Дело в том, что сдать этот зеленый высокий дом в эксплуатацию должны были еще в 2019 году. Однако сроки неоднократно переносились. По словам людей, 30 декабря минувшего года произошло настоящее чудо. Дом, наконец-таки, сдали. Но когда будущие собственники зашли в свои квартиры, образовалось общее мнение, что застройщики со сдачей дома поспешили. Дело в том, говорят люди, что в квартирах совершенно нет коммуникаций. «В квартирах отсутствует электроснабжение, света нет в квартирах, отопления нет, и холодного и горячего водоснабжения также нет. По канализации проверить мы никак не можем, но на канализации отсутствуют заглушки также. То есть, если вдруг кто-то раньше времени сверху начнет пользоваться, когда кто-то сдаст, получит воду, квартир ниже могут затопить». По словам людей, сейчас ООО «Геоторг», являющийся застройщиком, предлагает подписать акты о переходе квартир в собственность будущим жильцам. Но, как уверяют граждане, принимать холодные помещения под черновую отделку без электричества и водопровода они не станут. Смущает собственников и тот факт, что на все вопросы по поводу коммуникации они не могут получить от застройщика внятных ответов. Когда будет электричество, тепло и горячая вода? И будет ли вообще? «Получается, нас застройщик заставляет подписать эти акты просто за бетонные стены. То есть, мы не можем ни заехать, ни начать делать ремонт какой-то элементарный. То есть, даже элементарно мы дверь не можем входную поменять, только потому, что нет электричества. То есть, понятно, что лифт не работает. Как ее поднимать? То есть, элементарно. А устанавливать так тем более. То есть, ну, смысла не вижу вообще в этом подписании акта». «То есть, вы вот акт приема передачи подписывать не собираетесь?» «Не собираемся. До тех пор, пока я не подойду или дождь не подойдет, значит, к батарее, не попробует, что есть отопление, откроет краник, что есть холодная горячая вода, ну и не включим, значит, какой-то электроприбор, который покажет, что есть в доме или в квартире электричество». Не смогла и наша съемочная группа получить ответы от застройщика на интересующие собственников дома по улице Подгорная, 19, вопросы. Телефоны, по которым пытались звонить журналисты, хронически не отвечали. И, как говорят люди, это обычная практика для компании, которая строила дом. Кроме того, до крайней степени возмущения владельцев квартир доводит вопрос о том, как это здание было принято главным управлением Государственного строительного надзора и госэкспертизы города Омска. Чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы, омичи обратились за помощью к депутату городского совета от КПРФ Сергею Жукову. Он уверяет, выход один – коллективное обращение в прокуратуру. «Составим заявление и будем отправлять в прокуратуру депутатским запросом. Видите, тут у них ни воды, ни газа, ни света нет, ни газа, ничего, ни одной коммуникации не подведено. Людям надо заселяться жить, а у них нет возможности. Они видят здесь ущемление своих прав, и поэтому они всё-таки хотят бороться за свои права. Но мы будем им в этом помогать». Сейчас в сердцах людей гнев и раздражённость постоянными переносами сдачи дома сменилась досадой и обидой. Эти омичи уже давно устали ждать новоселья и не понимают, как так можно обращаться с людьми, испытывая их терпение. Надежды на то, что в этот дом можно будет заселиться в скором времени, у собственников квартир всё меньше. Яков Сатонкин, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.